Врачи села Степнова спасают больных буквально на коленях, и детям с приступами и пострадавшим в ДТП уколы и капельницы ставят на полу. У единственного на 50 километров пункта оказания экстренной помощи не оборудована скорая. В здании полная антисанитария. Подробности у наших корреспондентов. Этот УАЗик больше напоминает машину лесника, чем медиков. Кушетка в скорой стоит на полу. Рядом канистры с машинным маслом, домкраты и гаечные ключи. Сирены здесь нет, впрочем, как и медицинского оборудования, и кислородных масок, и фибрилляторов, и бактерицидных ламп. Оксана Кучукова вспоминает, в таких условиях спасали ее годовалую дочь. У малышки остановилось дыхание, и начались судороги. Эту крошечку положили на пол. Детнина Зонова, она расположилась на полу. Леша, все это дело, невозможно было ни маску нормально надеть. Ни уколы поставить. Сирены не было. Водитель, королевая деталь, он на свой страх и риск обгонял, потому что это было невозможно. Ребенка медики спасли. Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Уколы фельдшеры ставили ей лежа на полу. Но смогут ли повторить свой подвиг медики, неизвестно. В селе Степное критическая ситуация. Больницы там нет. Ближайшая в пласте, в 50 километрах. Многих пациентов туда просто не успевают довезти. А рядом федеральная трасса Челябинск-Магнитогорск. ДТП там происходит регулярно. В Степном только пункт скорой помощи. Раньше при нем был стационар, но его закрыли. Оборудованную машину списали. Остался только этот УАЗик. И тот администрация села использует для хозяйственных нужд. Возит дрова и мебель. А после двух часов дня дает пункту скорой помощи. Да, на коленях. Капельницы капаем на коленях. Вот так вот держим. Вот так стоим и вот так держим. Местные власти уверяют, ситуацию исправят. В ближайшее время в больницу в Степном приедет спецкомиссия Минздрава. Купят и новую машину скорой помощи. Аукцион по закупкам автомобилей скорой помощи. В частности, для Степнова в октябре будет поставлен новый автомобиль, который будет работать. Эту информацию знает и глава поселения, и работники здравоохранения, в том числе и Степнова. И мы будем отслеживать развитие и работу вот этих учреждений здравоохранения. Медики надеются, что заодно отремонтируют и здание пункта скорой помощи. Оно тоже пока мало подходит для лечения пациентов. Например, туалеты здесь только на улице. Воды нет, а на подоконнике мертвые тараканы. Поэтому сейчас практически всех своих пациентов врачи стараются отправлять в пласт. Артем Шуварин, Ульяна Зайкова, Елена Мальцева, Наталья Радько и Сергей Милютин. ОТВ.